Наши новости в эфире. Здравствуйте! В студии Станислав Тетерятник. Все утро в Рубцовске боролись с последствиями урагана. Накануне вечером погода преподнесла жителям города очередной сюрприз. Поваленные деревья и оборванные провода, последствия внезапно разбушевавшейся стихии. Ураган густовал недолго, но за считанные минуты шквалистый ветер сделал некоторые улицы непроходимыми даже для транспорта. На Комсомольской, вырванной с корнем дерева, упал на троллейбус. Часть у них, то есть пассажиров, не пострадал. Буквально вот две минуты какие-то, и я вижу, вот это дерево начало падать. Я притормаживать начало, такой удар, как будто я в яму. И все, и встали тут все, и сзади, потом, смотри, дерево упало. Тем же вечером рабочие устранили неполадки на троллейбусной линии, а сегодня с утра с последствиями стихии начали бороться коммунальщики. К обеду с проезжих частей были убраны сломанные деревья и ветки. Серьезных разрушений и повреждений ураган не нанес. Сейчас погода наладилась, но на всякий случай экстренные службы находятся в режиме готовности. Нужен как воздух. Алтайскому краю срочно требуется новый перинатальный центр. В полный голос заявляют акушеры-гинекологи и будущие мамочки. Расположенные на улице Попова в Барнауле не в состоянии решить все существующие проблемы. Почему? В ситуации попыталась разобраться Ольга Калачева. Казанская Дева Мария при входе и стерильная чистота вокруг. В этом отделении, уверены врачи, атмосфера другой и быть не может. Именно здесь ежегодно помогают сохранить беременность в случаях, когда, кажется, природа всячески этому противится. Иными словами, будущая мама имеет проблемы со здоровьем, которые не позволяют в полную меру насладиться счастьем. Ожидание малыша. В первые годы своего существования мы могли госпитализировать беременную из поликлиники. Тогда еще не было перинатального центра. В первый же день обращения. А теперь бывают такие ситуации, когда нам приходится только на очередь ее поставить. 45 коек нашего отделения не могут вместить всех нуждающихся в лечении. Наталья Антонович этим отделением руководит уже 25 лет. В течение последних вынуждены постоянно решать вопросы чередями. Количество больных беременных растет. Ежегодно в крае появляется на свет около 30 тысяч малышей. 5 тысяч из них рождается благодаря неимоверным усилиям врачей. Практически 9 месяцев будущие мамочки нередко находятся в больнице под постоянным контролем. Анастасия Алфименко в отделении уже второй раз. У молодой женщины серьезное иммунное заболевание. В прошлый раз оно уже повлияло на исход беременности. На 29 неделе родились. Здесь Наталья Ивановна нас прокисарила. Отслойка началась. Поэтому как бы ребеночек пожил 7 месяцев и умер. Думаю, если бы мы малыша отвезли не на другой конец города, а вот именно в роддом сюда, я думаю, что может быть не так бы дело все кончилось. Открытие роддома при краевой больнице, конечно, могло бы сохранить сотни жизней. Не скрывают эксперты. Система родовспоможения тогда бы замкнулась в пределах одного многопрофильного учреждения, где помогут не только ребенку, но и мамочке. Вчера вот привезли нам из перинатального центра беременную 35 недель. Мы называемся отделением патологии малых сроков. 35 недель. Неукротимая рвота в 35 недель. Что и как в родовспомогательном учреждении не могут разобраться. Там нет такого объема обследований. Нет оборудования, нет специалистов. В результате больных беременных из перинатального центра отправляют в специализированные учреждения. Либо в отделение Натальи Антонович, как в вышеназванном случае, либо в пятую горбольницу и даже в противотуберкулезный диспансер. Матери мы оказываем весь полный требуемый объем помощи. Но, к сожалению, при родоразрешении мы не можем в этих учреждениях оказать полноценную помощь новорожденному. Поэтому, конечно, при многопрофильной больнице нам очень необходим родильный дом для края. Конечно, на просьбы врачей и будущих мамочек губернатор отреагировал. Два года назад именно Александр Карвин предложил построить роддом при краевой больнице. Планировали, что это будет перинатальный центр на 230 коек, решающий одновременно и проблемы матери и ребенка. Увы, но пока ВОЗ и ныне там. По самым скромным подсчетам объект стоит 3 миллиарда рублей. В крае таких денег просто нет. А потому больные беременные женщины вновь вынуждены разрываться между двумя больницами, чтобы не навредить себе и сохранить жизнь своему ребенку. Ольга Калачева, Алексей Фризин. Наши новости. Далее традиционная рубрика «Надежда на чудо». Сложно представить, но по данным статистики, каждый пятый несовершеннолетний на планете страдает тяжелым заболеванием. И за всеми этими случаями конкретные дети, реальные трагедии и надежды и одно общее желание – жить. В сегодняшнем выпуске рубрики «Надежда на чудо» мы расскажем о бескорыстных поступках зрителей, которые помогают избежать отчаяния и сохранить веру лучше. Единственный шанс на спасение нашей землячки Ксении Ворониной начинает приобретать реальные черты. Благодаря добросердечным жителям края, копилка жизни девочки не перестает пополняться и уже собрана треть от необходимой суммы. Вклад в общее благое дело внесли и три барнаульские организации. Сертификат на 50 тысяч рублей передали бабушке Ксюше. Как только удастся собрать еще 3 миллиона, девочку примет на лечение американская клиника. И уже во время терапии, проводимой за рубежом, нужно будет перечислить оставшуюся сумму. Третья часть собрана, 7 миллионов, а надо 21 миллион. Я низко кланяюсь перед всеми людьми, благодарю всех за помощь, которую оказывают дети, бабушки, дедушки, мамы, папы, все. Не без поддержки отзывчивых людей стало возможным создание в Барнауле первого центра для детей-аутистов. Социальному учреждению, существующему исключительно на средства родителей и частных благотворителей, исполнилось ровно полгода. Небольшой юбилей организаторы отметили в кругу детей и, конечно, друзей центра. Помогали нам кто игрушками, кто арендной платой за помещение, проведением праздника, проведением бесплатных культурных мероприятий для детей. Стало возможным функционирование нашего центра для детей. И хотелось бы от лица родителей и детей сказать большое спасибо за то, что мы имеем возможность существовать и помогать нашим детям. Не останутся в стороне ближайшие сподвижники и те, кто помогают осуществлять с самого начала благотворительную миссию в знаковый день для нашего проекта. 6 августа «Надежде на чудо» исполнится три года. Празднование дня рождения проекта по традиции пройдет в отделении гематологии Краевой детской больницы. Маленьких пациентов ждут театральное представление, подарки и необычные сюрпризы. Для нас это один повод сказать телезрителям спасибо огромное за то, что они все годы идут с нами. Пусть остаются с нами, пусть помогают нам. А дети говорят им огромное-огромное спасибо. Они их любят и благодарны им за то, что они выполняют их мечты. За время действия проекта совместными усилиями удалось исполнить уже около четырех сотен желаний наших подопечных. И «Надежда на чудо» продолжает мечтать вместе с маленькими пациентами. Сегодня, благодаря вашим неравнодушным сердцам, воплотились в реальность желания еще двоих ребятишек. В видеосюжете сказали, что ты хочешь МП-3-плеер. Поэтому МП-3-плеер здесь, карта памяти на него, и там еще детская косметика. Потому что сказали, что ты очень модная, интересная, красивая девочка. Смотри, что тебя ждет. Ты заказывала мишку, а к нему в придачу еще и Маша. Маша и медведь теперь твои. Родители больных ребятишек убеждаются в том, что мир не без добрых людей. То, чего они сами не могут сделать для детей, делаете вы. И хотя бы на время все забывают про болезни и другие, выпавшие на долю испытаний. Это настоящее чудо. Наш с вами проект продолжается. Елена Макаренко, Андрей Печоркин, Александр Антропов. Наши новости. Считается, что на земле и в воздухе им нет равных. Сегодня поздравления получают те, кто служил в воздушно-десантных войсках. Как прошел этот день у рубцовских десантников, рассказывает Яна Писарева. Их девиз никто, кроме нас. Они изменные атрибуты, тельняшка и, конечно же, голубой берет. Сегодня элита российских войск отмечает свой профессиональный праздник. В рубцовске десантники разных поколений вот уже много лет, 2 августа, встречаются у памятника воинам-интернационалистам. Вспоминают службу и тех, кто героически погиб в боях. Голубые береты – настоящая гордость. Как правило, десантниками становятся самые сильные и выносливые. Недаром эти войска считаются элитными. В этом уверен и Дмитрий Голова. Кстати, молодой человек впервые отмечает этот праздник на гражданке. Всего месяц назад он уволился в запас. Это тельняшка, это гордость. Для всех ребят это только классно. Спецназ, ГРУ, ВДВ, пожарные, пограничники – это все элита. На счету молодого десантника с героической фамилией матросов – шесть прыжков с парашютом. Об этом он с гордостью рассказывает своей дочке и надеется, что когда в семье появится мальчик, обязательно пойдет по его стопам. Если будет сын, то в первую очередь, конечно, мы стремимся к тому, чтобы он служил в воздушном десантных войсках. Сегодня свой праздник десантники будут отмечать до позднего вечера. Драк голубые береты обещали не устраивать. А вот фонтан, заверили некоторые, прыгнут обязательно. Десантникам! Яна Писарева, Геннадий Лапзин. Наши новости. В Барнауле представители элитных войск поздравили воспитанники патриотических клубов демонстрации своих практически сверхчеловеческих способностей. Перед выступлением слабонервных зрителей попросили отойти. Праздничные мероприятия проходили на разных площадках Барнаула. На одной из них собралось около 300 человек – жены, матери, друзья, а также семьи тех, кто погиб во время военных действий. Отмечать свой день десантники начали еще ночью, как только часы пробили 12. Закончат, судя по примерам прошлых лет, только завтра утром. А в Писке представители союза десантников и войск специального назначения навестили единственную женщину-парашютистку, ветерана Великой Отечественной войны. Надежде Алексеевне почти 90 лет. Прыгать с парашютом ей пришлось не ради развлечения, а во время боевых действий. Говорит, с подругами не могли остаться в стороне и не встать на защиту Родины. Десантные войска выбрали из-за романтики. Как все, дрожали, прыгали, дрожали, а потом танцевали. Страшно, на войне страшно и бывает, конечно. Но не один. Главное, что везде с друзьями, везде с людьми. К борьбе с пожарами готовы. Завод в селе Боровлянка Троицкого района производит специальную технику для защиты лесов от возгораний. Работу чудо-машины воочию увидела Ксения Чернова. ТЛП-4М лесопожарный трактор – это одна из лучших разработок завода. Машина предназначена для профилактики пожаров. Ее отличает мобильность и высокая проходимость. За один час она рыхлит до 8 километров почвы. Это помогает предотвратить низовой пожар. Кроме того, на машине есть необходимое оборудование для тушения пламени. Тушит пожар и водой, и пеной, и эмульсиями. При ее создании были учтены все передовые достижения машиностроения. Продукция давно освоена, она известна у лесников. В прошлом году мы поставили порядка 68 единиц по программе перевооружения лесной отрасли, именно по пожаротушению. Она известна практически во всех регионах России, это от Дальнего Востока и до Калининграда. За рубеж – это Казахстан. Специалисты лесных служб края заверяют – к битве с пламенем готовы. Но все-таки лучшим средством от пожара остается осторожное обращение с огнем. Особенно в лесу. Ксения Чернова, Иван Зяблицкий. Наши новости. В Бийске отремонтировали здание, имеющее историческую ценность. Но не за счет бюджетных средств, а на деньги самих жильцов, сданные совершенно добровольно. Почему собственники квартир векового здания пошли на такой шаг, расскажет Евгения Ижутова. Дом по улице Репина, хоть и удален от исторического центра города, но не уступает по возрасту купеческим особнякам. Через пять лет он отметит вековой юбилей. Здание старинное, но с современной начинкой. Новые инженерные сети, электропроводка, косметический ремонт. Мы 10 лет были под управляющей компанией «Кристалл». Затем нас принял РЭУ-6. И наш дом после них пришел в полный упадок. Никто ничего не делал абсолютно и не хотел делать. Более случая, через суд мы установили прежние тарифы, короче, с РЭУ-6 судились и решили, что никому больше платить не будем, будем все делать сами. Как видите, привели в дом порядок, поменяли часть труб, поменяли узел полностью, то есть восстановили все системы водоснабжения, отопления, электрическую часть, все восстановили сами. Подсинили кровелю, попрасили, покрасили, побелили дом. Тариф у нас самый дешевый в городе, 10 рублей всего с каждого метра. Самый дешевый в городе. Вот так и живем. Долгое время жильцы старинного дома не решались отказаться от услуг управляющей компании. Но Сергей Нижегородцев упорно знакомил соседей с жилищным законодательством и разъяснял им преимущества ТСЖ. Вот уже полгода домом управляют собственники жилья. Мы никого не нанимали, кроме вышки, вот, что билить и красить. Остальное все делали сами. То есть всему научились сами, да, и стали строителями. Проведенными в доме работами и понятными коммунальными расчетами жильцы в итоге довольны. Говорят, что теперь они знают, на что и сколько требуется денег. И самое главное, можно сказать, в одном предложении. Теперь у нас сухо и чисто. Мы полностью готовы к тебе. Елена Макаренко, Евгения Ижутова, Андрей Сегаев. Наши новости. Более ста барнаульских автовладельцев потеряли свои машины. Причина тому – несоблюдение правил дорожного движения. Уже месяц действует новый закон о нарушении правил парковки, который предусматривает в том числе и эвакуацию машин на спецстоянку. С тех пор она не пустует. Как увозят автомобили сотрудники ГИБДД и кто им помогает бороться с нарушителями, расскажет Галина Юмашева. Стоять нельзя, но если сильно хочется, то можно. Это негласное правило любителей. Парковаться там, где удобно, уже месяц пытаются искоренить сотрудники ГИБДД по всей России. Кроме того, что за это нарушение ПДД увеличили штраф до полутора тысяч рублей, так еще и увозить с места запрещенной стоянки разрешили инспекторам. Им в помощь в Барнауле появился эвакуатор. Ежедневно сотрудниками ДПС выявляется около 30 до 40 нарушений правил парковки транспортным средством. И если водитель не находится вовремя, то транспортное средство подлежит задержанию и эвакуации на спецстоянку. Вовремя это значит, пока инспекторы опечатывают двери автомобиля, оформляют документы, седлают железным конем чайку. Правда, улететь ей с грузом удается не всегда. Частенько, как в кино, в последний момент появляется хозяин. Если водитель пришел за своим автомобилем, но не нашел его на месте, где припарковал, необходимо обратиться в отдел полиции, в отдел дежурной части ГИБДД города Барнаула по телефону 393-555 и уточнить, где находится его автомобиль. С неправильно припаркованными борются не только правоохранители. Неравнодушные горожане устраивают воспитательные акции. Участники программы «Стоп-Хам» сначала просят сменить место дислокации. Не могли бы вы перепарковать машину, вы стоите на пешеходном переходе, где водитель вообще? Сколько примерно? Через сколько придет? Знаете? Ну, вы не могли бы позвонить ему, чтобы он перепарковал машину, как следует по правилам? Нет? А если уговоры не действуют, лобовое стекло украшают наклейками с надписью «Я паркуюсь, где хочу». Мы клеим только в том случае, если человек отказывается перепарковать машину. То есть мы действительно просим вежливо и очень как бы не сразу мы переходим к непосредственно наклейке. Ну или если водителя нет в машине в самой, мы клеим наклейку, чтобы он посмотрел, пришел, может быть, что-нибудь понял, что-нибудь изменил. Самые любимые места нарушителей правил парковки в краевой столице – проспекты Ленинский и Красноармейский. Здесь не хватает мест для стоянки даже после расширения улиц. Проблема состоит в том, что старая центральная часть города, она спроектирована и построена совершенно под другой объем автомобилей, совершенно под меньшее количество. Сегодня одно из перспективных направлений, и которое активно для застройщиков рекомендуется – это подземные парковочные места. Похоже, выход один. Востребованному центру города стоит проявлять чуть больше гостеприимства, а автовладельцам не забывать о вежливости и правиле – стоять лишь там, где можно. Галина Юмашева, Александр Морозов, Павел Лауронин. Наши новости. Есть ли жизнь на пенсии? Откладывая жизнь на потом, многие мечтают реализоваться на заслуженном отдыхе, заниматься путешествиями, саморазвитием и спортом. Сотни активных пенсионеров в одном месте удалось встретить Юлии Гадар. В том, что на стадионе под названием «Юность» проходит спартакиада пенсионеров, нет никакой иронии. По спортивным меркам они старички, а по факту – водрячки. Напряженный спортивный график – волейбол, стритбол, бег, веселые старты, дартс. И с года в год спартакиада увеличивает не только возраст и количество участников, их около тысячи, но и число видов спорта. Вот мы сейчас с вами находимся на волейбольной площадке. Вы видите и слышите, какой азарт у людей. То есть у нас соревнуются, лидируют, так будем говорить, Барнаульский округ, Олейский округ, Бийский округ и Славгородский. Каждый сегодня шел с настроем победить. Организаторы на азарт не рассчитывали. Задачей мероприятия, проводимого уже третий год подряд, было – привить любовь к физической культуре. Диаз – активное долголетие. А уж кто победит – это как позволит здоровье. Казалось бы, вкладывать средства в развитие спорта пенсионеров не перспективно. Олимпийцев они уже переросли. Однако старые мастера всегда мастера и могут многому научить молодежь. За каждым участником долгая история любви к спорту. К нам приезжали студенты-китайцы. И ситуация такая – китайцы поиграют, бросят эти шарики и теннисные ракетки и идут в фильм. Смотрим на эту ракетку. А потом китайцы мне говорят, ну вроде как на самом каком-то языке говорит, ну что-то вроде интересуешься, я понимаю так. Ну научил он меня играть и уехал. Ну ситуация такая же. И ставил эту ракетку китайскую еще. И получила такая ситуация, я эта ракетка поиграл год, и я сразу первенство школы выиграл, потом район выиграл, потом Алтайский край выиграл. Работа началась, армия. Хотел бы играть хорошо в теннис, но я себя не реализовал. Ну получилась такая ситуация, что я вот сейчас пенсионер и начинаю заниматься с детьми. Ну так приятно. Выйдя на пенсию, Владимир Дмитриевич начал тренировать 18 школьников и довел маленьких теннисистов до уровня чемпионов Алтайского края. Успешно занимается с детьми Людмила Ремес со своими. В семье у нас пять кандидатов в мастера спорта. Это муж Валерии, сын Алексей, дочка Лилия, внучка Валерия и Анастасия. Семейная у нас копилочка, 503 грамоты и 160 медалей. Стараемся всегда быть в форме. Мы еще пенсионеры молодые, мужу только было 19 марта в этом году 60. Если в 60 жизнь только начинается, то каков же возрастной предел участников спартакиады? Самый взрослый по возрасту у нас капитан, капитан команды Рубцовского округа, Синдяева Лея Петровна. Ей 77 лет. Сами игроки и мандатная комиссия строго следит, чтобы было в 55 не на один день меньше. То есть, чтобы было в 60 не на один день меньше. А дальше можно хоть до 100 лет. Было бы здоровье и силы. Юлия Гадар, Александр Морозов. Наши новости. А в спортивном обзоре четверга вас ждут подробности успешного матча «Иртыш-Динамо» и новости мини-футбольного турнира «Олимп». Моя часть выпуска на этом завершена. Благодарю за внимание. Смотрите наши новости также и в интернете. Не переключайтесь. Динамо Барнаул. В 1-64 финала Кубка страны «Динамо» вышла на «Сибиряк». Через три дня игра у них со сменой в Комсомольске. Дни становятся короче, а матчи напряженнее. На популярном барнаульском мини-футбольном турнире «Олимп» команды, поделенные на два равноценных дивизиона, первый и второй, сражаются, что есть сил. Впрочем, случаются звонкие провалы до сих пор. «Сокол» подбит «Холидеем» 14-3. А это кадры матча наподобие. «Алтай» энергосбыт «Энергия» 11-2. Но больше всех мячей пропустила команда «Дром» 81 после семи всего встреч. Побед ни одной. Ну, на самом деле, нам не повезло немного, что мы не попали в первую лигу. Поэтому до настоящего момента не проиграли ни одной игры во второй лиге. Ну, и как бы считаемся фаворитами. А что лучше, слабым быть среди сильных или наоборот возглавлять вторую лигу? Лучше быть, наверное, все-таки сильным среди сильных. Редкие случаи, когда одна из команд ушла с поля ни с чем. Регион 22 «Алтайшина» 0-7. «Юникс» не устоял в последнем туре перед «Спартаком». Это был день штанг, промахов и попаданий во вратаря. 7 или 8, 2, точно не помню. Промазали сколько раз? Очень много, как и всегда вообще. Не знаю, почему так. В зале как-то поудачи не попадали. Далее! Дивизион сильнейших турнира «Алтайшина» возглавляет до игр 2 августа «Сибы Наргамаш» с 15 очками. Во втором эшелоне две команды идут без потерь. Чуть отстала от них «Алтайшина». Лучший бомбардир Денис Мочилов, бывший «Динамовец», 16 мячей. В минуты сегодняшнего телеэфира проходят еще три матча. И напоследок плавание в ластах. Бийчанин Евгений Бобров – серебряный призер первенства мира в Австрии, сообщает газета «Бийский рабочий». Российская сборная оказалась самой многочисленной командой – 25 спортсменов. Воспитанник Дю США «Дельфин» немного уступил пермскому сопернику на дистанции 100 метров в классических ластах. А на сегодня нарядов на купании в фонтанах больше нет. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова